Всем привет! Приветствую вас на канале и сегодня мы начнем серию видео «Хочу свой дом». Я вам расскажу, как я к этому пришел, какой участок и где мы приобрели, на какие моменты стоит обратить свое внимание, если вы так же, как и мы, захотите свой дом мечты. Давайте начинать! Поехали! Дорогие друзья, начну с того, что я живу в Республике Карелия. Это достаточно живописный и красивый регион нашей с вами огромной страны, но, если честно, я устал мерзнуть. Действительно, погода оставляет желать лучшего. У нас очень красивая природа, у нас очень много озер, и со всеми вытекающими последствиями можно жить и любоваться, можно приезжать и отдать, и летом, и зимой. Вы всегда найдете, чем вам заняться в Республике Карелия. Но мы действительно устали от такой погоды, и поэтому пришло со временем желание, и, естественно, надо начать с того, что вы внутри себя почувствуете то желание жить уже не в квартире, а в своем собственном доме. Естественно, на это нужен определенный бюджет. Я не буду сейчас считать чужие деньги, да и вам не советую. В общем и целом, вы должны для себя понять, что перед постройкой дома выделите для себя определенные деньги, накопите, может быть, возьмете в ипотеку, может быть, продадите свое собственное старое жилье. Если вы придете к мысли, что вы хотите жить не в квартире, не в городе, а на своем загородном участке, в своем собственном доме, то добро пожаловать в эту серию видео. Видео будет несколько, и сегодня мы поговорим о том, что такое подбор участка, где мы решили строиться, и как мы к этому пришли. Итак, я нахожусь сейчас в Республике Крым, конкретно сейчас на ЮБК, на южном берегу Крыма. Среди многих городов Крыма очень хорошей природы. Мы выбрали для себя регион Большой Феодосии по нескольким причинам. Первая причина – это, естественно, береговая линия. Это море, это пляжи и все, что этого касается. То есть, объездив за несколько лет все побережье Крыма, все города, которые так или иначе контактируют и граничат с береговой полосой, мы для себя сделали вывод, что лучше, чем Большая Феодосия со всеми прилегающими поселками мы не нашли. Плюс это место самое узкое между Азовским и Черным морем. То есть до Черного моря буквально чуть больше полутора километров, а до Азовского – от 15 до 18 километров езды. Если вы так же, как и мы, решите строиться в Большой Феодосии, пожалуйста, пишите в комментариях, может быть, чем-то подскажу, помогу, на что стоит обратить свое внимание. Ну а сейчас поговорим тезисно о подборе участка. Для себя вы должны понять, что у вас должен быть бюджет. Наш бюджет был небольшой, не буду сейчас называть цифр, но вы сможете себе это позволить. Это не стоит великих денег. Цены начинаются от 300 тысяч рублей до нескольких миллионов, все зависимости от того, как далеко это будет находиться от береговой линии. Совсем близко к морю жить мы не хотим и не хотели, потому что, ну, сами понимаете, жить рядом с водой – это же летом только хорошо, зимой бывает арма и так далее и так далее. Поэтому было принято решение, что не менее километра должно быть до моря. Да плюс финансы подсказывали нам о том, что действительно вы должны жить чуть подальше от моря. Дальше. Мы определили бюджет. Вы для себя должны также определить нюансы приобретения земельного участка. Вы должны пойти двумя путями. Либо первым путем – это подбор участка самостоятельно, либо обращение к риелтору. Рассказывать, как и где обращаться к риелторам для приобретения недвижимости, наверное, не стоит сейчас. Почему? Потому что, в принципе, надо выбрать более-менее нормальную контору по отзывам, и они уже дальше будут с вами работать и предлагать вам под ваш бюджет те места, которые у них есть в базе. Мы пошли по пути непосредственно подбора и поиска участка самостоятельно. Итак, у нас есть бюджет, у нас есть решение искать участок самостоятельно. Конкретно сейчас, в 2020 году, приобрести участок мы можем с помощью торговых площадок, таких как Авито. Да, вы столкнетесь с тем, что позвонив по первому объявлению, которое вам понравилось по описанию и по ценовой политике, скорее всего, в 95% случаях вы натолкнетесь на тех же самых риелторах, о которых мы говорили ранее. Но не пугайтесь этого. Эти риелторы также наняты людьми, продавцами, непосредственно для продажи участков. То есть вы для себя составьте список из нескольких десятков объявлений, обзванивайте их всех и обращайте внимание именно, ну, конечно, старайтесь найти участок, где продает непосредственно собственник. Это очень тяжело, но возможно, потому что могут продавать по доверенности, могут продавать риелторы, могут продавать вообще мошенники какие-то. Обязательно ознакомливайтесь с комплектом документов. Сейчас на территории Крыма, естественно, действует российское законодательство и комплект документов должен состоять как минимум из правоустанавливающих документов по образцам, ну, то есть все, как на большой земле, на материке. То есть должно быть законное право собственности того человека, который вам продает это. Опять же, есть такие моменты, как ограничительные. Ограничения в правах, ограничения земель, ограничения прилегающих земель. На это тоже стоит обратить внимание. Стоимость участка у нас, опять же, если я ранее говорил, что это от 300 тысяч рублей, вы не думаете, что за 300 тысяч рублей вы купите себе полтора гектара. Нет, конечно же, это будет всего лишь несколько соток, и скорее всего в садовом товариществе, и скорее всего по книжке. И тем самым мы подходим к следующему пункту, это виды земель. Виды земель бывают сельского назначения, не рассматриваем никак, и городских поселений. Городские поселения, конечно же, в большинстве случаев продают землю в садовом товариществе. Тут это отдельная тема, будет разбираться в отдельном видео в будущем. Но хочу сказать следующее. Очень аккуратно относитесь к таким участкам, к таким землям, как в садовых товариществах. Потому что внимательно посмотрите, что это за садовое товарищество. Приедьте непосредственно на эту землю, поговорите с соседями, расспросите. Потому что от этого многое зависит в будущем. В том числе от коммуникации, каких-то конфликтных отношений и так далее. Но даже в садовом товариществе земля должна быть в собственности, для того, чтобы вы ее смогли законно приобрести. Обратите внимание, как я ранее сказал, на серветуты ограничительные меры. Чтобы сам участок не был ни под каким арестом. Чтобы человек, который его продает, не был банкротом. Потому что в последующем это можно будет признать сделку недействительно незаконной. Посмотрите, что происходит рядом с вашим участком. Есть ли соседи? Если есть, то какие? Поговорите с ними. Есть ли какие-то ограничительные меры в виде серветутов? Это запретительных зон, точнее зон, скажем так, не то что общего пользования. В общем, погрузите, что такое серветут. Если вкратце, то это участок земли, допустим, определенную коммуникацию, принадлежащую, например, государству. Или, допустим, военнослужащим, тоже который относится к государству. В общем и целом, собрав и записав все эти нюансы, которые я оговорил ранее, вы должны прийти примерно к следующему. Вы определились с выбором. Вы определились с количеством участков. Выписали для себя, узнали и получили полную информацию про этих участки. Объездили, посмотрели, поговорили с соседями, посмотрели документы, убедились в чистоте тех документов, которые вам предлагают. Убедились в чистоте непосредственно тех земель, что вам понравилось. И сужайте критерии поиска. То есть сужайте из, допустим, 30, выбирайте 15. Потому что пишите в левую там столбик все плюсы, в правую все минусы. И тем самым отсеивайте. Никогда не влюбляйтесь в один участок сразу. Потому что если вы в него влюбитесь и в последующем, дай бог, чтобы получилось у вас приобрести с первого раза. Но такого не бывает. Потому что определенный менталитет местных жителей, определенные моменты по оформлению сделок. В общем, смысл в том, что с первого раза очень редко это получается сделать. Имейте в виду, что выбирая большой список, ну все, что мы сейчас оговорили, вы делаете это в большой список. Потом сужаетесь количество участков, оставляете для себя 3-5. И уже потом принимаете совместное коллективное или семейное решение, какой из участков вам хотелось бы приобрести. Конечно же, никто не отменял торг, это рынок, есть продавец, есть покупатель, просите торг, его как-то обосновывайте. Обосновать его можно, допустим, теми же коммуникациями. Кстати, про коммуникации совсем забыл сказать. При выборе участка обязательно поинтересуйтесь у продавца, есть ли на территории, рядом с территорией участка коммуникации. Если есть, то оплачены ли членские взносы, если это речь идет о садовом товариществе. Потому что вот все эти нюансы, конкретно про садовое товарищество, это будет отдельное видео, о котором мы поговорим с вами в будущем, имеют очень большое значение. В общем и целом, вот какое-то такое начало, серия видео, целый проект «Хочу свой дом». Мы начинаем, как говорится, в добрый путь. Ставьте лайки, если понравилось, два дизлайка, если не понравилось. Пишите свое мнение в комментариях, нам оно очень важно. Обязательно пиши «Дональд Дак», если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok